Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Это продолжение видео об избиении Егора Жукова. Вчера, как вам уже известно, известного оппозиционного блогера Егора Жукова избили. Тут почитал про него информацию, оказывается его недавно исключили из магистратуры Высшей Школы Экономики. Причем там был довольно-таки забавный эпизод. Сперва Егора Жукова взяли на обучение в магистратуру, а буквально через полтора часа его уже исключили из числа аспирантов. Вот видео выложу, можете посмотреть. Это видео Егора Жукова, он сам записывал его, так скажем. И почитал ваши комментарии. Хочется немножко прояснить ситуацию еще, как раз по избиению Егора. То есть Егор находится, так скажем, под условным сроком. Ему грозит тюремное заключение, если у него будет хоть какое-либо правонарушение. То есть в принципе, в принципе, я согласен, он не мог сопротивляться тем людям, которые на него напали. Иначе они бы могли заявить вообще, потому что они были вдвоем, что он сам на них напал. Понимаете, друзья? В чем суть ситуации? Вот это мы с вами можем с кем-то еще там подраться или что, как-то защититься. У него такой возможности просто не было. Это во-первых. Но что хочется посоветовать Егору Жукову? Ему хочется посоветовать, чтобы он всегда ходил со своими друзьями. По крайней мере, это, во-первых, свидетели возможного нападения. Во-вторых, ну эти люди могут помочь ему защититься, так скажем. То есть, если будут еще какие-то провокации, кто-то захочет его еще раз побить, а я не исключаю такого варианта, то Егор обязательно должен ходить со своими друзьями, знакомыми и так далее. Нельзя оставлять Егора наедине вот в этой ситуации. Иначе с ним может произойти все, что угодно. Друзья, хочется еще немножко развить тему самообороны. Вспомнил старый прием из Бакланки, так называемой. Ну, это, так скажем, приемы, которые применяются малолетними заключенными в местах не столь отдаленных. Один из этих приемов состоит в том, чтобы бросить нападающему в глаза, ну, допустим, песок, табачный, вот, табак из сигареты, понимаете. То есть, есть очень много приемов. Могут соль бросать, сахар, все что угодно. То есть, нападающий будет дезориентирован, после этого уже, так скажем, по нему можно свободно работать, ну, и либо скрыться. То есть, на улице этот метод применяется идеально. Если у вас нет, допустим, возможности даже купить баллончик газовый, там, не знаю, перцовый, гелевый, да. Ну, можете, вот, взять в карман, допустим, немного пригоршню песка, чуть-чуть буквально, если какие-то уже непонятные действия совершаются над вами или вашими близкими. Вот, я говорю, можно кинуть в глаза нападающим. В любом случае, самый лучший прием самообороны, я смотрел видео неоднократного чемпиона ММА, это скрыться. В любом случае, это самый лучший прием. В этом нет ничего зазорного, поверьте мне. То есть, вы, получается, игнорируете вот этот конфликт. Получается, вы, во-первых, действуете как миротворец, по сути. То есть, если вас нападают, вы просто игнорируете. Во-вторых, ну, здоровье дороже, друзья. Здоровье и жизнь, то есть, у нападающих может быть нож, оружие. Вы можете просто пострадать, понимаете. Особенно это касается оппозиционеров. То есть, я почитал сейчас многие люди, ну, я не знаю, люди, не люди, конечно. Больше, мне кажется, что это комментарии пишут кремлеботы. То есть, вот эти вот товарищи, в кавычках, пишут, что это Егор Жуков якобы сам себя избил. Что-то не поделили там с друзьями, там с девушкой. Я не знаю, что-то там, ну, понимаете, всякую чушь пишут. На самом деле чушь. Кстати, вот в Казани, в Казани зимой было нечто подобное. То есть, одного из оппозиционеров, противника строительства мусоросжигательного завода в Казани, также избили. Вот, друзья, ссылочка на мое видео. Можете посмотреть, как это было. И, кстати, это была предыстория к делу о чучеле Пыни ВВ. Напомню вам, что недавно, совершенно недавно, двоих молодых людей, Александра Шабарчина и Данилу Васильеву, осудили за куклу Путина. Александру Шабарчину дали два года заключения в колонии общего режима. А Даниле Васильеву дали год условно за куклу Путина. Друзья, если вы думаете, что репрессий в стране нет, то вы сильно ошибаетесь, друзья. Политические репрессии есть. То есть, людей избивают, бросают в тюрьмы, в колонии. Людей исключают из институтов. Репрессии, маховик репрессий раскачивается полным ходом, друзья. Раскручивается полным ходом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам интересно то, чем я занимаюсь. Ну, или ставьте дизлайки. Кстати, вот кремлеботы уже накидали 35 дизов под видео об избиении Егора Жукова. Друзья, делайте выводы сами. Можете почитать комментарии, которые они там пишут. Ну, на самом деле, эти комментарии смехотворные. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...